МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В новом законе о средствах массовой информации, задача которого защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации, есть норма для телевидения и развития отечественного контента. Это станет мощным символом к созданию программ и материалов, показывающих все достижения нашей страны за годы независимости, ведь в том числе и благодаря вам Беларусь должна в полный голос звучать на политической, спортивной и культурной аренах. До начала разговора в открытой студии глава государства ознакомился с обновленным процессом телепроизводства Белти радиокомпании. Президент оценил аппаратный видеомонтажа, модернизированную режиссерскую. Все подробности встречи в наших следующих выпусках. Многоэтажки из технологии «Умный дом» появятся в Беларуси уже в следующем году. Как сообщил журналистам и вице-премьер Анатолий Калинин, здания будут оснащены самыми последними достижениями в области IT-индустрии. Проектировка нескольких таких высоток уже началась. А вот Европейская неделя иммунизации начнется в Беларуси 23 апреля. Особое внимание врачи уделят индивидуальной работе с населением, в том числе с родителями новорожденных. У нас создан достаточно хороший коллективный иммунитет, который и спасает тех детей, которых мама не вакцинирует, и взрослых, которые не хотят вакцинироваться. Но, понимаете, если у нас каждый раз будет увеличиваться количество таких людей, и мы на них никак не сможем повлиять, то, конечно, вернется все. Охват профилактическими прививками в Беларусь составил 98%. По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно спасать до 3 миллионов жизней. Срочная информация в эти минуты приходит из Италии. Сначала в центральной части страны было зафиксировано землетрясение магнитуды 4,7, затем несколько авторшоков. Пока сведений о жертвах и масштабах масштабных разрушений нет. А в центре китайского города Пуэр настоящий переполох вызвал дикий слон, животное убежало с чайной плантации, целых пять часов прогуливалось по улицам, паркам, заглядывало в магазинчики и даже сломало городу трассы. Полиции пришлось эвакуировать людей в ряде районов. В итоге слона поймали, вывезли за город. Это были главные новости к этой минуте. Подробности в 15 часов. Хорошего дня.